Привет, друзья! Сегодня у нас обзор сигарет RELK или RELS. Я думаю, что RELK. Но в Советском Союзе их называли RELS, так как они были для курильщиков, для опытных и зеленых, очень термоядерными. Но на самом деле такие сигареты продавались в конце 80-х годов по цене 25 копеек. Их никто не хотел курить, но по причине какого-то дефицита сигарет, который присутствовал в конце 80-х, их покупали. Вот, видите, пачка сохранилась. И хочу сказать, что это не сигареты, а сигарос написано. То есть люди у нас не были привычны к сигарам, поэтому их курили в затяжку. А сигары, как вы знаете, для аромата. В общем, мне очень интересно, что это за сигары такие. Их хочу попробовать. Вот акцизная марка. И сейчас попробуем вкус кубинских сигарет, то есть сигар, которые советские люди использовали как сигареты в конце 80-х годов. Сейчас распакуем, как надежно запаковано. Иногда у людей попадаются в интернете такие сигареты, сигары, которые еще с тех времен остались. Видите, не могу открыть даже. Так надежно упакованы. Сейчас воспользуемся ножиками, наверное. Так вот. Так вот, открываем. Вот, видите, акцизка. Посмотрим, что это такое. И вот, друзья, вот так они выглядят. Просто интересно, как их спрессовала жизнь. Теперь надо их вынуть. Видите? Так, вот так они выглядят. Видите, маленький фильтр. Ну, ароматные. Очень. Сейчас попробуем выпить одну сигару. Сигару. Просто интересно. Я не заставляю вас курить. Просто интересно попробовать. Так. Фильтр. Маленький, видите. Вот такая у меня пепельница. Вода питьевая, консервированная. Как всегда, для таких случаев. Случаев. Фишки. Да. Жарко стало сразу. Ух. Правда. Термоядерная. Мне кажется, или это правда дым, как черный такой. Буду стараться затяжку. Очень не курить. Так как это сигары. Написано. Ну, выглядит как обычные сигареты. Да, если в горле першит. Но аромат приятный, конечно. просто здесь думаю, что никаких добавок не добавляли при производстве этих вот сигар. вот такой вкус был у человека, который курил в 1989, например, в 1988 году. быстро выгорает. Видите? Моментально. Смотрите, дым идет прямо из фильтра. но вкус табака чувствуется. Вот такая пачка сигар, как здесь написано, сигарет. Стоит в интернете я смотрел гривен 100 в рублях. Это около 200-300 рублей где-то. Около 300 рублей. И они до сих пор сохранились. Да, испытания прошли. Ребята, не курите их в затяжку, а так попробовать интересно. Вот такая штука. всем спасибо за внимание. Кому видео понравилось, лайкайте и не курите. Это вредно для здоровья. А я в целях испытания попробовал. Но то, что курили тогда, мне честно понравилось. И сигареты эти не пропали. я ожидал хуже. Всем спасибо за внимание. Всем пока. пока.